Я очень благодарна всем, кто в хорошую погоду нашел время и такие моральные силы, чтобы прийти меня послушать. И тему, которую сегодня я постараюсь рассказать, женщины в русском средневековье, идеальное представление и реальность, это тема по гендерной истории, которую я, признаться, стараюсь избегать. И вот эта тема была немножко в другом виде, но все-таки предложена организаторами лектории. И я согласилась, ну, решила принять такой вызов для себя, потому что к гендерной истории я отношусь с некоторой осторожностью. И я поэтому не сразу постараюсь как-то погрузить слушателей в факты о средневековье, о средневековых женщинах. А сначала скажу вообще о том, как я понимаю вот это проблемное поле женской истории, что это такое. И вот сразу я бы хотела привести одно мнение таких выдающихся французских медиевистов, как Жорж Дюби и Мишель Перо, и в том, что сама идея о том, что женщины как таковые являются объектом истории, должна быть отвергнута с твердостью. Другое дело, что попытаться попробовать рассмотреть какие-то условия, в которых находились женщины, изучить их действия, слова, молчание, попытаться воссоздать картину эпохи через женские образы. И вот в нашем случае это что значит? А что было важно для средневековья вообще, и как это относится к женщинам? Вот только в таком контексте я могу это как-то понять. Я не говорю, что это единственная возможная трактовка гендерной истории, женской истории, но вот я это понимаю только в таком контексте. И даже в этом смысле мне кажется, что гендерная тема очень коварна и опасна, потому что размышляя о ней, да еще и при записи, то есть не то что услышат только те, кто присутствует, и возможно кто-то еще, я чувствую, что я иду как по тонкому льду, и поэтому немного волнуюсь. И я произнесу, наверное, такую провокационную фразу. Почему? Потому что женщина, да, вот когда мы говорим о женщинах, да, женщина ощущает себя женщиной только рядом с мужчиной. В каком смысле? Потому что это вот эта проблематика. Я и другой, как писал выдающийся наш философ и культуролог Бахтин, да, я и другой есть основные ценностные категории, делающие возможной какую бы то ни было действительную оценку. То есть вот эта, как бы, двойственность проявляется только рядом с чем-то еще. Ничего не возможно, ничто не осознается вне сравнительного какого-то аспекта. Вот. И тут же, вот, фокусируя внимание на гендерном аспекте, да, неизбежно появляется вот эта тема отношений мужчины и женщины. И не только каких-то в аспекциях личных отношений, там, любовных и нелюбовных, любых, ну, а в контексте вот этой сложной историко-философской, культурологической, психологической, даже психоаналитической проблематике, я и другой, вот что, вот как это соотносится. Вот. И в частности, да, мужчины и женщины друг о друге конструируют такие мифы, да, устойчивые представления. И эти мифы отражают и идеалы, и какую-то реальность, и вот сегодня я постараюсь об этом сказать. И, конечно, тема «Женщины в средневековье» — это такая огромная тема, и за одну лекцию всего не скажешь. Я сначала думала, что вдруг я не найду сходу какого-то интересного материала на полтора часа, а потом я подумала, что надо бы, наверное, сокращать, потому что, ну, чтобы лекция не длилась бесконечно. И к тому же, на самом деле, на разные, как бы, аспекты этой темы уже очень много обращено внимания в такой даже литературе популярной, научно-популярной, это, конечно, труды и Натальи Львовны Пушкарёвой, и там, Вадима Долгова, и там, другие авторы. Это русскоязычная западная историография, это вообще целый мир. Но она, к сожалению, не всегда как-то переводится на русский язык. Но в любом случае, значит, я просто скажу о том, что вот речь пойдет об идеальных представлениях о женской роли в обществе, связанной с восприятием на Руси восточно-христианской и византийской традиции, а также о том, насколько этот идеальный образ соотносился с той бесконечно разнообразной реальной картиной, которая раскрывается при внимательном чтении источников. И вот Средневековье, да, следующий момент в названии всем, в русском Средневековье. Ну, я Средневековье сегодня понимаю максимально широко, прямо вот с начала русской истории до конца 17 века. И обозревая вот этот большой хронологический промежуток целиком, можно понять, насколько это было динамичное время, и это видно на примере женского вопроса. Ну, собственно, такого женского вопроса, то есть проблемы, по поводу которого нет однозначного мнения, и вот как бы вопрос, наверное, вообще в Средневековье и вовсе не было. Почему? Потому что культура Средневековья и русского, и западноевропейского не знала вот этой гендерной темы как самоценного сюжета. Это в современной культуре этот сюжет есть, он очень важен для нас, и там в современном таком как бы обществе, это такая тема важная. И мы как бы вот этот значимый для нас сегодня вопрос задаем источникам, то есть получается такой диалог современности с прошлым. И это важно понимать, и мне важно это проговорить. Почему? Потому что, чтобы адекватно воспринять известие источников, потому что мне хочется показать то, что источники содержат, а не то, что мы хотели бы там увидеть, и то есть не искать подтверждения дорогим нам суждениям, каким бы они ни были, а попытаться разглядеть вот эту реальность Средневековья. И обычно так вот сходу я даже провела такое мини-исследование, поспрашивала у своих знакомых, не историков, а потом перешла и на историков, что вот как бы вы охарактеризовали женщинам Средневековья, скажите, две фразы. И вот я пришла к выводу, что такие стереотипы существуют, целых три. Что первое, женщины русского Средневековья были забиты, бесправны, угнетены, там сидели в своих теремах, шагу боялись делать без мужчин, и в итоге не делали этих шагов. Второй стереотип, ну, в Средневековье женщины были значимыми героинями истории, на все влияли, все реформировали, боролись, побеждали. Вот нам княгиня Ольга всех сожгла, Софья Палеолог тут якобы что-то тоже сделала. Ну, в общем, были свободны, сильны, такой почти матриархат Средневековый. Вот он у нас. И третий стереотип, что женщины как бы вроде действительно влияли на все, но не прямо, а через какую-то таинственную силу, которая где-то внутри заключена. Такая природная интуиция, какая-то впечатлительность, эмоциональность женщинам помогает. И вот, пользуясь такой природной жизнью Средневековья, вот как бы они вольно или невольно использовали вот эту женскую энергию для достижения вполне прагматичных целей. Вот, отсюда это нашло отражение в такой даже поговорке, что типа как бы мужчина голова, а женщина шея. Ну, здесь мне вспоминаются психоаналитические какие-то вещи. Я, конечно, не психоаналитик, но вот это вот вэджайна пауэр, как бы, да, вот что вот женщина, она сильна, понятно чем. И вот все три стереотипа, вот такие осознанные, как единственные верные, очень далеки от действительности. Почему? Потому что, как вот сказано еще в замечательном памятнике древнерусской литературы, с начала 13 века, слово о погибели русской земли, всего, если исполнена земля русская. То есть там все было, то есть жизнь очень многообразна и гораздо более многообразна, чем устоявшиеся однозначные представления о ней. И я попробую показать как раз вот эту широкую перспективу. Как и сегодня жизнь очень, ну, как бы, что такое женская функция, можно спросить трех женщин на улице, и каждая, наверное, скажет какие-то разные вещи. Как она видит свое служение, по крайней мере, это можно наблюдать даже по манере одежды женщин на улицах и так далее. Вот. И вот эти различия в самоощущении и в ощущении других людей, значит, ну, в общем, различия этих представлений не всегда связаны даже с социальной средой или с имущественным уровнем. Ну, собственно, как и сегодня, наверное. И вообще, вот говоря о таких базовых для человеческого общества ситуациях, как существование мужчин и женщин, нужно понимать, что есть вещи в принципе неизменные. И вот здесь для историка важно понимать вот это соотношение изменчивого и неизменного женской роли. И вот что же менялось, что можно и должно рассматривать сквозь призму историзма, то есть с учетом изменчивости явлений во времени. Вот. И это не только быт. И вот мне кажется, что менялось восприятие этих женских функций, то есть менялся идеальный образ. Вот. И такой я приведу, наверное, надеясь на доброжелательное отношение ко мне аудитории, такой острый провокационный немножко пример. И наши темы, в общем, для известной степени невозможны, мне кажется. Не может быть раскрыты без такого рода примеров. Такой культурологический пример. Сегодня женщина, которая воспитывает ребенка одна, это обычно делает. В сегодняшней культуре это неприлично осуждать. Вот. И слава богу, добавлю я от себя. А средневековье это почти смертельный номер. И такую женщину ждет несомненное осуждение со всех сторон. И не только потому, что, исходя из религиозных представлений о грехе в небрачной половой жизни, да, этому осуждению есть такое культурное объяснение. В Средневековье невероятно сложно, да, практически невозможно вести хозяйство одной. Вот. И это смертельный номер в прямом смысле. Не только для души, но и для социума. Вот. А сегодня вести хозяйство немного проще. И как бы вот меняется вот эта культурная норма, по крайней мере, появляется вариативность этой культурной. Нормой. Вот. То есть это такой был пример анализа культуры через реальность и идеальное представление об этом. Но это не значит, конечно, что в Средневековье не было таких женщин. Были, конечно. И мы это знаем не только в рамках каких-то маргинальных примеров, там, о одном на все Средневековье. Ну вот даже наш выдающийся святой, да, Владимир Святой, это был сын князя Святослава и ключница княгини Ольги. Соответственно, ключница была анализа. Или еще более такой интересный даже пример. Вот в Галицкой земле, в юго-западной Руси, в XII веке был выдающийся правитель Ярослав Осмомысл. Осмомысл знал многие языки. И были у него сыновья Владимир и Олег. Вот Владимир был сыном от его законной жены. Вот этот Олег, даже известное его прозвище, Олег Настасьевич. Это был как бы сын от другой женщины. Вот. И в целом, да, вот уже переходя от таких как бы вбросов, да, в целом, в чем же состояли идеальные представления русского Средневековья о женщине, ее социальной роли и ее отношениях с мужчиной. Ну, они, конечно, были основаны на Библии, в библейском контексте, на творении отцов церкви, в основанном на этих источниках церковном законодательстве. И это все приходит, конечно, из Византии к нам. И вот замечательная, кстати, картинка, одна из моих любимых, здесь проявляются всякие итальянские мотивы художественные. Но сегодня не о них лекция, это, конечно, сюжет Адама и Евы. И эта библейская история, кстати, известна в древнерусских текстах не только из книги «Бытия», но и из самостоятельных произведений, которые перетолковывают разным образом книгу «Бытия» из множества апокрифов об Адаме и Еве. И там в любом случае сказано, что жена в каком-то смысле вторична по отношению к мужу. История создания Евы здесь вспоминается, сотворение Евы, точнее. И поэтому она его слушается. Иоанн Златоуст, один из любимых отцов церкви Древней Руси, говорил о добрых женах, в своем сочинении о добрых женах, что «мужа бы ради сотворена была, если жена, а не муж жены ради, якобы у Христос глава церкви есть, так и муж жене глава есть». И такая вот идея. Но с другой стороны, и ведь именно христианская традиция впервые уравняла мужчину и женщину в главном – спасении. Рай один и для мужчин, и для женщин. И более того, и это такая очень важная для меня сегодня мысль в рамках дальнейшего рассказа, что в раю, как говорил Спаситель, не выходит замуж и не женится. То есть гендерный вопрос там снят вовсе. Таким образом, христианство не в гендере видит ключ к счастью. И это не первостепенный вопрос для христианской культуры. И в раю до грехопадения Адама и Евы тоже проблемы полу не стояло. И почему вот одно из условий монашества – это безбрачие? Потому что это приближение к ангельскому образу, к раю, которого гендер вообще не знает. И это, кстати, ответ на вопрос, почему в Средневековье не стояло женского вопроса. Женская тема была, а вопрос – нет. На вопрос был конкретный ответ. Не гендер был культурным ориентирован. И вот пол, да, женщина и мужчина – это реальность земного несовершенного мира. И пока человек в нем живет, ситуация существования мужчины и женщины на него влияет. Он неизбежно принадлежит к одной из этих категорий. Испытывает многообразные чувства на эту тему, порой мучительные, порой не мучительные, связанные с осознанием самого себя. И вот не случайно это такой, в общем, образ изгнания из рая, как вот на этой тоже интересной миниатюре из другого списка христианской топографии, Космония Дикаплова, до 16 века. Вот. Но эти переживания создают полноту земной жизни. И вот я бы хотела еще раз, да, подчеркнуть, что христианство – это религия, которая в главном ставит мужчин и женщин в равное положение. И женщина может спастись и обрести жизнь вечную, как и мужчина. Женщина не урезана в правах в этом смысле. То есть главная ценность – не иметь там, не знаю, избирательное право. Ну, никто тогда не имел. Женщины тоже не имели. Вот. А как бы или там иметь какое-то право на работу. Тогда все работали, женщины тоже. И как бы главная ценность – жизнь вечная. И женщины ее не были лишены. И это объясняет традиционное для христианства общественное служение женщин. Есть, кстати, очень хорошая книга, там, среди авторов Елены Владимировны Беликова «Женщина в православии», где очень подробно об этом во всем рассказано. И вот эти идеи лежат в основе идеальных представлений о мести женщины в культуре русского Средневековья. Естественно, вот эти ветхозаветные заповеди и новозаветные слова, которые касаются женщин, тоже сыграли свою роль в складывании женского образа. И здесь все равно, вот, что ни возьми из писания, наверное, по крайней мере из тех его частей, которые наиболее активно читались в русском Средневековье. То есть я сейчас не говорю как богослов, а я говорю как историк, который знает, какие тексты были в почете у средневеков, интеллектуалов, которые размышляли об этом. Вот заповеди, как и все то, что нас должно приблизить к краю, не ориентированы гендерно. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Эти призывы относятся в равной степени к мужчинам и к женщинам. И единственная заповедь, седьмая заповедь, говорящая о взаимоотношении полов, не прелюбоса твои, лежит в основе представления об этих отношениях. И это имеет, опять же, такое материальное объяснение, да, устойчивая пара, менее подвержена болезням. Особенно в условиях традиционного общества, в Средневековье. То есть вот это проявление этого идеала, это способ тоже самозащиты общества. Но это, к сожалению, конечно, не значит, что в Средневековье никто не грешил про седьмой заповеди. И даже наоборот, существует очень такой интересный источник, сегодня очень здорово введенный в научный оборот, опубликованный, исследованный Марии Владимировны Карагодиной в ее книге «Исповедь в России XIV-XIX веков. Исповедальные вопросники». И эти вопросы для исповеди создавались отдельно для мужчин и для женщин. И подавляющее большинство этих вопросов касается, и, кстати, начинается с куловой сферы и способов получения удовольствия. И надо сказать, что в большой степени вот это такие симметричные вопросы. Сегодняшние феминистки иногда, кто добирается до этой книги, говорят, «Вот какое унижение церковь давала женщинам». Если мы посмотрим на вопросы для мужчин, там то же самое. То есть это одинаковые вопросы в большой степени. Ну не одинаковые, а симметричные. То есть, например, спрашивают про «Не делала ли женщина аборт?» А для мужчин спрашивают «А не принуждал ли ты свою жену делать аборт?» То есть, ну вот они не одинаковые, но смысл в них сходный. Впрочем, надо сказать, что вот эти вопросы, я, конечно, не буду их приводить, но вот традиция с XVI века, русская традиция, начинает выделять отдельные исповедальные вопросники для юнош и девушек, а с другой стороны для вдов и вдостов и для монахов и монахин, для того, чтобы вот этих особых вопросов семейных как бы было меньше. И даже вот интересно, я покажу одну картинку, это вот «Исповедальный вопросник для женщины» с печатного требника, ну, первое и третье XVII века, и там вот рядом с этими вопросами ведь на полях пометы «Чистых дев не спрашивают». То есть речь, конечно, не шла о каком-то унижении ни в коем случае в рамках исповеди. Но почему я подробно так этого касаюсь? Потому что, к сожалению, такого рода прегрешения были реальной практикой жизни, вот, к большому сожалению, и вот вообще, вот, к такому прискорбию большому, вот, я хотела обратить еще внимание, что, ну, историческая истина этого требует, что крепкие и счастливые семьи Средневековья, которых нам иногда так любят напоминать, это, в общем, такой же миф, как и то, что в Средневековье все были здоровы. Ну, все были больны на самом деле, а кто был совсем болен, просто умирали. И были разводы, и семейные печали, другое дело, что не было возможности развестись только из-за какой-то печали. Кстати, вот по разводу, интересная тоже такая тема, он был возможен не по любому поводу, который супруги сочтут достойным о кормчей книге, о которых я говорила, церковное законодательство, допускают в четырех случаях только развод. Вот, прилюбодзияние, да, супружеская измена, погушение на жизнь другого, неспособность к брачному сожительству и безвестное отсутствие супруга в течение пяти лет. Вот, то есть, действительно, сложно это было развестись, вот, но насколько счастлива была семья, вот этот вопрос, который здесь неизбежно встает. А в случае разводов, кстати, женщина могла приданное своем нести с собой, и это был залог ее определенной такой независимости, такого не рабского ее положения в семье. Хотя, конечно, это не означало таких, ну, такой особенности ее отдельного общественного статуса. Вообще, вот замужняя женщина не была полностью имущественно зависима от мужа. И вот почему, кстати, в духовных грамотах, завещаниях, да, великих уделенных князей, которые нам известны с XIV века, жёнам всегда полагались очень большие куски наследства. И куда входили не только вещи, но и территории, что для феодального общества очень значимо, земельно ориентированного, да. И в период политической раздробленности мы знаем очень много примеров, когда княгиня-мать никогда не оставалась без удела, и даже как-то, ну, это было очень важно, куда даже денется ее удел после смерти. Да. То есть, вот, реальность, реальность была, вернее, наоборот, реальность не была другой, а восприятие реальности было немножко другим. То есть, был некий общепризнанный ориентир, и он был основан на вот этих христианских ценностях. Идеальные женщины Средневековья, бог с ними, с исповедательными вопросниками, ну, вот, главная идеальная женщина Средневековья перед нами, Богородица, вот, вот, ну, и, конечно, святые жены и земли. И, кстати, очень вот интересно, чаще это, или, ну, ну, в общем, чаще русские святые, такие, почитавшиеся на Руси, и уже, собственно, русского, ну, славянского происхождения, и известные из общих христианской традиций, чаще они отказывались от брака, да, то есть, те, кто вынес гендер из своей жизни. Такой духовный идеал, кротость, смирение, терпение, любовь, преданность, вера, жертвенность, решимость в борьбе с грехом. Это все идеалы вне пола. А святость материнства, вот, в нашем нынешнем понимании, ну, вот, кстати, я бы не сказала, что это было главным для Средневекового образа идеальной жены. И вот почему. С одной стороны, образ Богородицы с младенцем, да, это такой подлинный символ русского Средневековья. И даже, вот, один из путешественников писал, что, восточных путешественников, что русские чтят женщину с ребенком. Не просто женщину, женщину с ребенком. Вот, и, конечно, вот, Рождество Христово, это такой тоже образ, такой архиотипичный, очень важный. А с другой стороны, так сказать, вот, тут страшная нам сегодня реальность Средневековья, да, вот, то, что мы вкладываем в это понятие, да, в условиях очень высокой детской смертности, вот, было просто невозможно стоять в центр мать с ребенком, потому что эта мать рожала 15 детей, да, взрослого состояния, там, двое-трое доживали, поэтому стоять в центр это материнство, вот, это не вполне, не совсем так, как сегодня, то есть, не было вот этого культа детства, да, но детей, конечно, хотели, любили, я не хотела бы быть понятой, что в таком анти-детском ключе, нет, конечно, и более того, одна из главных задач женщины воспитать достойных дочерей, и вот здесь, вот у меня в черно-белом, к сожалению, варианты есть, но все равно, вот, интересная такая прорезь, миниатюра, из синодика 17 века, видите, женщина наставляет, мать наставляет детей, и даже вот в знаменитом памятнике, я сегодня буду еще цитировать, в домострое, отец воспитывает сыновей, а мать дочерей, то есть, более того, именно мужчины в средневековье, по крайней мере, по домострое, думали о приданном дочери, а мать должна была научить каким-то хозяйственным навыкам, бытовым навыкам, навыкам общения, любым, и привить какие-то христианские добродетели, вот, и домострой, кстати, там очень интересно, там сказано, как лучше собрать приданное заранее, чтобы в момент выдачи замуж дочери не оказаться без средств, но мужчины и детей тоже хотели, конечно, как и женщины, почему-то, потому что это наследники, вот у Василия Третьего известная история, да, вот с первой женой Соломонии Собуровой не было здесь, и он бросил ее в монастырь и женился повторно на Елене Глинской, на матери Ивана Грозного, и, кстати, как раз вот эта картинка про Василия и Елену Глинскую, она была на обидке моей лекции в интернете, да, так что для средневековья на первый план выходит роль жены, и матери тоже, но как следствие роли жены. У Петра и Февронии Муромских, кстати, да, вот так, такого даже в современном русском, в российском обществе ориенцира, да, семейного, вообще не было детей, а именно эта пара, классическая картина, такая история любви, жертвенности, всего остального, хорошего в отношении мужчин и женщин в Средневековье. Это вот как раз сцена венчания Петра и Февронии Муромских. Кстати, на эту тему очень хорошая книжка в серии Жизел вышла у Дмитрия Володихина и Ирины Левина несколько лет назад про Петра и Февронию, такой правдивый, очень хороший православный рассказ, но такой светский, ну, в смысле, православно ориентирован, но это не попытка переписать житие, это такой научной составляющей, на мой взгляд, довольно сильной. Представление о том, что появление детей это воля Божья, а не дело лишь мужа и жены, очень было, так сказать, важным для Средневековья. И здесь я хочу обратить ваше внимание на такой, казалось бы, неожиданный источник в этом контексте, переводные травники, русские переводы европейских травников, сборников сведений о растениях и их целебных свойствах. И вот этой зимой как-то я погрузилась в эти травники, и там много всего интересного я нашла, но сегодня я расскажу только одну деталь. Там статья есть про розмарин, про целебные свойства розмарина. И там сказано, что это трава, розмариновая трава, духом благовонна, и, значит, всякие снадобья из нее рекомендуется использовать, там по целому ряду случаев, но в том числе и бесплодным женщинам. И, значит, рекомендовалось смешать розмариновую траву и мелису проварить, отваром растить соответствующие места и пойти к мужу. И тогда, вот очень интересно, что говорят травники, и тогда жена зачнет Божью благодатью. То есть, вот очень интересно, зачатие как событие, даже, вот казалось бы, в рецепте травника, в таком материалистическом в общем контексте, травник, в общем, никак нельзя назвать богословским сочинением. Но все равно, вот эта мысль о зачатии как событие благословленным Богом. И невозможное без его участия. И здесь, конечно, вот надо вспомнить и показать вот эту картинку, ну, и картинку-икону, образ зачатия Акима Анны Пресвятой Богородицы. То есть, вот момент зачатия. То есть, это очень такой высоко духовный акт. И, как видим, и очень много в России, в Москве, ну, это известно, вот храмов, какая-то зачатия. Зачатийство. Как видим, в источниках, да, мы встречаем, там прописаны и имущественные права, и нормы интимных отношений, но ничего не сказано про нормы активной общественной жизни, которым должна следовать женщина. Потому что вот это, как раз, в Средневековье не знает, не было такой реальности. Женский мир в земной жизни, да, это быть женой, матерью или монахиней. Таково женское общественное служение. Вот. Оно внутреннее, домашнее, семейное, и в этом подлинная сила его. Как понимало, это русское Средневековье. И здесь вот тот случай, когда я согласна с Натальей Львовной Пушкаревой, которая пришла к выводу о том, что действительно дом был главным местом самореализации женщины. В домострое много внимания уделено тому, кто в семье и за кого и как должен молиться на домашней молитве. И таким образом можно понять через вот эту молитву круг компетенций каждого члена семьи. То есть, вот очень интересно, муж молится об отпущении своих грехов, о здравии царя и царицы, и их чад, и братьев, царя и царицы, и бояр, и о христолюбивом воинстве, помощи против врагов, об освобождении плененных, о бобах, о монахинях, о болящихах и за всех христиан. То есть, за всех, просто вообще за всех на свете. За кого молится жена? За домашних, о своих прегрешениях, и за мужа, и за детей, и за домочадцев, да за родичей, и за духовных отцов. Все, больше не за кого. И вот таким образом проявляется вот этот как бы ориентир, где женщина должна себя, за что она отвечает. Муж ответственный перед всеми, перед государем, перед Богом, перед всеми. Женщина за другое. И говоря вот об идеальном представлении о женщине, нельзя, конечно, не упомянуть и антиидеал, а он очень ярко прослеживается в русских источниках, то, кем и чем хорошая жена не является. Это тоже такой способ познания через отрицание. И на Русь, из Византии, конечно, приходят вот эти тексты о злых женах. Это все такие вариации специального сочинения тоже Иоанна Златоуста. Они были очень популярны и сами по себе в списках они сохранились рабногих и использовались русскими средневековыми авторами в своих оригинальных сочинениях. Вот Данил Заточник, конечно, здесь такой наш классик, но он нарисовал хрестоматийный образ злой жены. Я не пожалею времени, чтобы привести несколько цитат из Данила Заточника. А злая жена, ну я, конечно, на современном русском таком переводе приведу. А злая жена наказуемо бесится, а укращаемо заносится, в богатстве тщеславной становится, а в бедности других осуждает. Что такое злая жена? Приют ненадежный, бесчинница бесовская. Что такое злая жена? В миру мятеж, ослепление уму, источник всякой злобы, в церкви таможне бесовской, греху пособница, спасению преграда. Кто свирепи льва среди четвероногих, и кто ядовите змеи среди ползущих по земле, всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего летей женской злобы. О, злое оружие дьявола и стрела, летящая с ядом. И еще. У некого человека умерла жена. И он вскоре начал продавать своих детей. И люди его спросили, а почему ты продаешь детей? А он ответил, если они уродились в мать, то когда они вырастут, они меня продадут. Однажды я зачитала от своему отцу. Это теперь любимый автор моего отца. Просто сам древний русский автор. Так что вот, как не надо себя вести. Такой антиидеал, на самом деле описывающий идеал, потому что это добрая жена, это противоположность всему этому. Ну, как видим, образ жены связан со спасением. Вот еще раз, да, я зачитаю, что жена это оружие дьявола и спасению преграда. Вот. А не просто плохой человек, который мешает жить. То есть, как бы осмысливается вот образ злой жены тоже в сугубо религиозном контексте. Злая жена опасна тем, что губит не только, так сказать, повседневность, но и губит душу. Да. Но довольно идеалов, и тем более антиидеалов. Вот. Я думаю, что в оставшееся время можно посвятить таким реальным примерам. И в русском средневековье довольно много в источниках таких ярких женских фигур. Ну, вот и княгиня Ольга, о которой я уже упоминала, и жена Дмитрия Донского Евросиния, ну, Евдокия, выночьи Евросиния, жена Василия I Софья Витовтовна, Марфа Посадница, жена Иван III Софья Палеолог, жена Василия III Елена Глинская, и известная там своей благотворительностью в начале XVII века Ульяне Ассаргина, младшая дочь Михаила Романова Татьяна Михайловна Романова, поддерживавшая патриарха Никона Старообрядки, там, Бояриня Морозова, княгиня Урусовой, даже Марина Мнишека. Она полька, конечно, но зато она в русской истории себя проявила. Она была женой уже Дмитрия I, потом уже Дмитрия II, потом Анна Ивана Зарудовна. Короче, к вопросу, да, о том, какие бывали женщины. А все разные. Вот есть в Евросинии Московской, выдавивающейся русской святой, есть вот Марина Мнишека. Два мира, два детства. Вот. И все они разные. Но что их объединяет? Такой некий ореол как бы активности, как бы общественной значимости. И вот я хочу сказать, что такая ситуация в случае с каждой из этих женщин объясняется, на самом деле, конечно, не феминистическим задором, там, борьбой за свои права, стремлением показать свою независимость, а той действительной возможностью самореализации и личной, и общественной, которую предлагала им культура. Причем в тех рамках, в которых предлагала культура. Да, то есть вот княгиня Ольга, да, это и мстительница за мужа, и как бы реформатор, и принявшая крещение женщина, равнопостольная княгиня Ольга, да. И порой чаще, да, имела место даже не столько их личная какая-то вот инициативность и самореализация по своему вот какому-то решению, сколько восприятие их определенными кругами в качестве символов каких-то идей. То есть, когда другие люди как-то вот назначают как бы их на какие-то роли. Я вот это сейчас проиллюстрировала. Вторая жена Ивана Третьего, Софья Палеолог, моя любимая героиня, племянница последнего византийского императора, родившаяся накануне, видимо, незадолго до падения Константинополя, в середине 15 века, Константинополь пала в 43-м году. И вот она сама как выдающаяся личность, как деятельница, ну вот сразу я дам свой главный тезис, в котором я пришла несколько лет назад в рамках исследования Софьи Палеолог, что она вот в таком контексте вообще не существует. То есть, нет ни одного уверенного свидетельства ее личных инициатив. Не она посоветовала Ивану Третьему нанять итальянских мастеров. Я могу это сказать с уверенностью. По крайней мере, не ее голос был решающим. Она могла об этом говорить, но, в общем, не в ней взяла. Нет никаких веских оснований утверждать, что она была даже какой-то прямо супердеятельной участницей там придворной борьбы конца 90-х годов 15 века. Она даже не основала ни одного храма, как это, кстати, делали некоторые наиболее благочестивые ее предшественницы. Нередко то единственное, что мы знаем о некоторых княгинях, это то, что она была княгиней, и она основала какой-то храм. Софья Пелок даже это не сделала. А вот Евдокия Московская, моя любимая, супруга и потом вдова Дмитрия Донского, она вот в 393 году основала церковь Рождества Богородицы на Синях самой старой сохранившейся московской церкви. Сегодня она так незаметна, но в подвалах Большого Кремлевского дворца она существует. Сохранились эти интерьеры 14 века. Но с другой стороны, имя Софьи Пелок уже при ее жизни стало широко известно. Оно явилось символом таких очень многих идей и сюжетов и в русской истории, и в истории греческого мира. И вот казалось бы, если она не сыграла никакую роль, а почему же тогда она была так известна? Почему так получилось? И вот сейчас я попробую это раскрыть. Изначально Софья как бы, ну, прости меня, Софья, никто. Это была вторая дочь самого младшего брата последнего византийского императора. То есть, ну вот мы вот уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Источники даже не сохранили дату ее рождения. Причем интересно, что даты рождения ее старшей сестры, первенницы, фамы-палеолога, Елены, и ее братьев, как мальчиков, известно, из хроники Георгия Сфранди. А Софья, нет, вот, по-моему, кроме ее родителей никто не заметил ее рождения. Но так случилось, что волей обстоятельств Софья стала единственной надеждой для кардинала Виссариона, такой вот был выдающийся деятель истории греческого мира и итальянского возрождения одновременно. Это был такой истовый борец за греческую культуру и освобождение Византии после 453-го года, после падения Константинополя под натископтурок. И так сложилось, что братья Софья, Андрей, Эммануил, на которых поначалу, как мне кажется, возлагал Виссарион надежды, ну, скажем, осторожно, они ввели нездоровый образ жизни. И Софья оказалась как бы в принципе единственной, в ком текла кровь палеологов и на кого Виссарион в принципе в качестве символа мог опереться. И Виссарион Софью через, причем не сразу, далеко не сразу, сделала ее такой главной героиней одного из своих главных проектов по спасению Византии. У нее было много этих проектов, ни один из них не состоялся, но вот даже Софья не состоялась, но, значит, в общем, сделал ее такой героиней, организовав ее свадьбу с Иваном Третьим, который Иван Третьим по мысли Виссариона мог принять участие в сокрушении османов. Он на это очень надеялся. А греки в это верили. В Венеции в 70-е годы бытовало устойчивое мнение, что Иван Третьим вот-вот пойдет на турецкого султана войной, потому что он зять фамы Палеогол. Иван Третьим последнее, о чем думал, вот важно, что не сама Софья вышла замуж за русского князя, хотя летописи именно это нам говорят, на самом деле это не так. Не по своей инициативе она в кибитке по всей Европе предприняла поездку, это не первым классом, понимаете, она ехала, долгое путешествие из Рима в Москву длиной несколько месяцев, чтобы впервые увидеть своего суженного и иметь возможность обратно вернуться. Я думаю, ни одна женщина, даже самая ватюрная, так бы не поступила. И тем более Софья средневековая, в мире, которая потеряла уже родителей и все, ну куда, она уже путешествовала из Пелопоннеса в Рим, испытывала всякие лишения. То есть она была знатной пешкой, она ничего не выбирала, она не имела какой-то своей оформленной общественной позиции. И это при том, что она имела какое-то образование в моем понимании не слишком глубокое, но все-таки читать и писать она умела, вероятно, она читала даже каких-то античных авторов, ну, Бессарион был, выдающийся интеллектуал, и свою воспитанницу наверняка как-то ей вкладывал какие-то идеи. Но дело в том, что как бы она, ну, это не значит, что она их здесь транслировала. Я много занималась книжностью этого времени, но я не вижу. Обычно от, вот даже, ну, какого-то выдающегося интеллектуала хоть одна строчка останется. Ни одного автографа Софьи у нас нет. Ну, ни одного. Даже от Андрея Палеолога, ее старшего брата, младшего, вернее, брата, но который носил титул Константинопольского императора, даже от него остались письма, вот, а от нее не осталось. Да. Но для греков, вдохновленных проповедями Виссариона, она сама, ее брак с Иваном III стали символом надежды на возможное обретение независимости от турок для их родины. И с другой стороны, для приезжавших на Русь иноземцев, ее воспитанницы Виссариона, главного, ну, одного из ярчайших представителей такого греческого ренессанса, греческое возрождение византистского гуманизма, как об этом принято говорить, присутствие в Москве, вот, ее, было очень важным знаком того, что сюда, в далекую, неведомую западную Москву, можно вообще ехать. Да, то есть для людей она очень важный символ. А она сама, ну, вот, она просто существует. А сама Софья проявляла себя как? Как жена и мать, вот у них с Иваном III был 12 детей. И она беспокоилась о них. И вскоре вот интересный такой эпизод, я только кратко на него намекнула, потому что он такой большой, сложный. Но после того, как после долгих молитв наконец-то в этом браке родился сын, а для великокняжеской семьи это важно, наследник, значит, в 1479 году, вот Василий III как раз, который потом жену бросил, потому что не могла родить ребенка, значит, Василий III родился, этот младенец, там началось такое обострение борьбы с татарами в 1480 году, которое, конечно, кончилось свержением Ирденского рига. И Софья бросила все и бежала на Белое озеро с этим малышом своим, потому что ей было важно защитить сына. А для греческого окружения, настроение которого она разделяла, потому что все они восприняли пробуги кардинала Виссариона, исключительно важно было спасти мальчика, в котором текла кровь палеологов. То есть она спасала сама своего младенца, а все остальные спасали палеолога. И это, кстати, то, что Василий III палеолог, это вошло, как бы, его так правду воспринимали, вот Максим Грек, наш богослов, приехавший с Афона и сыгравший колоссальную роль в интеллектуальной жизни России 16 века, тот приехал ко двору Василия III и в одном из своих первых посланий к нему называл Василия III палеологом. Вот. То есть вот как сильна была эта идея. А символ ее Софья. Вот отсюда Софья. А для русских аристократов в конце 15 века Софья тоже стала символом, но совершенно других вещей. Софью в Москве не любили, называли ее грекиней, римлянкой. Ну, грекиней называли, потому что она как бы появилась на Руси после, в такие файлы русской церкви, после того трагического события, которое называется Валентийской Унии 439 года, когда греческая церковь объединилась на короткое время с католической церковью. И это не было принято на Руси, и такой был презрительный смысл в этом слове грекиня. И тем более ее еще назвали римлянкой, то есть католичкой, то есть не наша. Русские, кстати, осудили ее поведение в 480 году, потому что она как бы бросила город, бросила свой народ, бежала. То есть она для русского мира оказывалась по целому ряду пунктов чужой, другой, вот опять я и другой, мы и они. То есть ее образ русской культуры обособляет уже в 15 веке. Вот почему по прочтению источников складывается отношение, такое ощущение, вернее, о какой-то ее обособленности от русского мира. А с другой стороны, с ее приходом хронологически совпало усиление власти Ивана Третьего. Очень такая серьезная ломка многих привычных социальных и политических механизмов, целый ряд культурных изменений. На смену раздробной Руси приходит единое русское государство, это не всем нравилось, и оппозиционные аристократы связывали эти изменения с Софьей, хотя она к ним не была причастна, когда у тебя 12 детей, ты в основном ждешь детей. И как бы на какую-то политическую немного, но аристократы думали, вероятно, как-то по-другому, и ярче всего вот у Берсения Беклемишева, который говорил Максиму Греку, следующее, значит, это вот отражено здорово, как пришла сюда Софья с вашими греки, так вся наша земля и замешалась, и пришли не строения великие, и в другом месте еще более жестко, а как пришли к нам греки, и и на вся наша земля замешалась, и до то ли наша русская земля жила в тишине и в неру. И здесь на самом деле Берсения Беклемишева в плену логической ошибки находится, да, вот есть такое латинское изречение здесь важное, да, что после этого, значит, вследствие этого, но это как бы может быть и не так. Ну, что же осталось от самой Софьи, кроме надгробия и скелета, по которому потом вот наш антрополог Никитин Сергей Алексеевич создал знаменитое изображение ее, да, что осталось? Нет, вот я уже сказала, нет ни одного ее автографа, да, но с другой стороны, есть, и они сохранились в коллекциях музеев Кремля, и частично выставлены, и вообще регулярно выставляются, и так, изданы, исследованы в каталогах, значит, есть ее принадлежавшие ей греческие иконы, она их привезла с собой из Рима, и главное, несколько таких чисто женских предметов к изготовлению, ну, скорее всего, к заказу, которых она имела отношения. Я все не стала здесь презентацию приводить, потому что у нас лекция не по истории искусства, а про женщин, и это вот шитая, значит, шитая пелена есть, которая ей принадлежала, вот такой покровец, замечательный, малоизвестный из золотошвейной мастерской Софьи Палеолог, есть даже особенности, по которым эту мастерскую можно определить, если вот приглядеться, там вот где армист, там вот такие, ну, вообще по всему изображению, там такие крапинки разноцветные, красные, синие и желтые, вот это такой знак золотошвейной мастерской Софьи Палеолог. То есть вот перед нами Софья как мать и такой мир женского рукоделия, московских золотошвейных мастерских перед нами открывается, то есть семья, вот ее вотчина, дом, семья, рукоделие, таков вот феномен Софьи Палеолог, она действовала и порождала споры фактом своего существования, как образ, как знак, как символ, а не как деятельница, от которой сходят самостоятельные преобразовательные порывы. Она была женой и матерью. То же самое раньше, кстати, Софьи Витовтовной в 420-е годы, женой Василия Третьего и матерью, вернее, женой Василия Первой и матерью Василия Второго. Пока Софья Витовтовна была жива, междоусобная война второй четверти 15 века не начиналась. То же самое позже с Еленой Глинской. Вот с момента смерти Василия Третьего и до собственной смерти Елена Глинская как бы руководила государством. Обычно в учебниках пишут регенство Елены Глинской. Это поздний термин. То есть не очень понятно сама ли она правдой руководила или нет, но факт ее существования, ее пребывание во дворце залог отсутствия смуты. А когда она была отравлена, тут же начались вот эти страшные 9 лет боярского правления. И то же самое кстати с дочерью Ивана Третьего и Софьей Палеолог Еленой. Там были две дочери Елены. Вот с одной из них. С той, которая была отдана замуж в Литву за литовского великого князя Александра. Иван Третий надеялся, что Елена своим присутствием в Вильне будет распространять православие в Литве. Мечтал, что она добьется строительства православного храма в Вильне и даже присылал ей богослужебные книги для православной литургии. Рассчитывал на Елену так же, как когда-то Виссарион на Софью. То есть не только рассчитывал, сколько наделял ее какой-то политической функцией. То есть так клеймо ставил. Ты будешь делать это. Не спрашивай, хочет она это или нет. Но все это провалилось. Елена не смогла повлиять на Александра. А с другой стороны, вот эта история с Еленой Ивановной в Литве и с другой стороны очень интересно. Вот Софья Палеолог писала дочери письма. Нет ее автографов, но есть списки этих писем. Иван Третий там, тоже есть отдельные ему принадлежавшие письма, адресованные Елене. Иван Третий там, значит, говорит ей о том, что он лишит ее родительского благословения, если она в свою секунду не построит храм православный. Она грустила, переживала. И тоже это известный из источников. А Софья Палеолог задает ей вовсе не государственно-устроительные поручения. Хотя, казалось бы, если мы будем в плену стереотипы о Софье, она должна была бы в первую очередь. Но она совершенно этого не делает. Она задает ей чистые женские вопросы. Беременна ли ты? А если беременна, то на каком сроке? Вот что ее интересует. Ну а что еще может интересовать маму, когда дочь вышла замуж? Первый вопрос. Вот. И так далее. Вот такого рода у них была переписка. То есть, женщины сами, наверное, себя, деятельницами в Средневековье не осознавали. Эти такие вот ярлыки на них навешивали истинные, так сказать, такие деятельности мужчин. То есть, в Средневековье мы не видим, вернее, видим вот что, видим не притеснение женщин-мужчинами и борьбу женщин за свои права, а совершенно другое в других категориях в принципе. особое женское самосознание не сформировалось. И их самосознание базировалось на общехристианской системе ценностей. И даже на Западе, кстати, этого времени ситуация была в общем сходной. Безиндуалистическое сознание, самосознание женщин в конце 15 века только начинает, очень медленно начинает формироваться. Такой редкий пример довольно развитого подобного самоощущения представляет собой флоренцистская одна аристократка из дома Строцы, Александра Строцы, письма которой обнаруживают очень такой богатый внутренний мир, интерес к собственным переживаниям, то есть осознание этих переживаний как самоценных, с другой стороны обнаруживает сильный характер, но даже в случае с Александрой Строцы еще нельзя говорить о самодостаточной личности, и это, кстати, не мое мнение, это цитата одного из таких главных выдающихся деятелей Ренессанса. Софья же, по-видимому, ассоциировала себя в первую очередь с греческой группой при Московском дворе, не выделяя себя из нее. И у нас в России более-менее такое женское самосознание сформируется уже к 17 веку, причем ближе к концу столетия. И вот переходя в 17 век, у меня есть еще время? Я еще хотела привести вот пару примеров перед тем, как закончить, уже менее, таких, более коротких, но интересных. Такой потрясающий пример, один из моих, такая тоже, моя героиня, Ульяне Ассоргина. Пример женщины, которая по своей инициативе организовала и реализовала потрясающую в своей искренности, мощи, жертвенности такой общественный проект, который известен нам из повести об Ульяне Ассоргиной, оно же житие Ульяне Ассоргиной, оно же житие Ульяне Ассоргиной. О ней замечательно еще Ключевский написал в статье «Добрые люди Древней Руси», что Ульяне это образец русской благотворительности, для нее благодеяние было выражением личного сострадания. Там в чем история Ульяне? Она раздавала имение, зерно, деньги нищим во время страшного голода начала 17 века, с которым связано такое уже полноценное шествие смутного времени по русской земле. Самое страшное время устой России страшнее революция гражданской войны уже в 20 веке. Такого рода катаклизм начала 17 столетия. Она умерла кстати в рамках этого как раз начала, то есть она в прямом смысле последнее отдала себе, не оставила. Умерла в 604 году, а прославлена была уже в 64 году. И для меня это один из самых возвышенных женских образов русского средней эпохи, пример бескорыстного социального служения. То есть она прославлена не как женщина, а как благотворитель. И еще один женский образ тоже из 17 века. Это уже вторая половина столетия, самый излет, самый конец средневековья, но все-таки средневековье. Татьяна Михайловна Романова, дочь первого Романова, сестра царя Алексея Михайловича, тетка Петра Великого. Ее такая фигура человек, известный в узких кругах, она так и не вышла замуж. Такова была обычная судьба царских дочерей, потому что надо было выдать дочь за какого-то равноценного человека, равноценного царю вроде как никого нет, не за кроляжа европейского католика выдавать. Вот значит они были такие судьбы не самые радостные, потому что не все хотели монастыря, все рано или поздно оказывались, ну почти все, потому что Татьяна Михайловна монастырь так и не ушла. А это вот такая редкость. С другой стороны какие-то ее связи на стороне тоже неизвестны, она была праведницей, но и теремной запорницей тоже она не была. Вот Татьяна Михайловна знаменита собственно тем, что она очень горячо поддерживала церковную реформу патриарха Никона и жертвовала в Новый Иерусалимский монастырь очень щедро и среди ее пожертвований в Новый Татьяны, которая сегодня хранится в Михайловском храме Псково-Печерской Лавры. Там эта святыня такой вот путь совершила из одного монастыря в другой. То есть сегодня в Новый Иерусалиме конечно с десницей Татьяны нет. Она в Печорах и когда-то несколько лет назад для меня было таким счастьем наконец ее увидеть. И Татьяна Михайловна вообще любила богомолье. Во многие обители она жертвовала не только в Учимске Кассианов монастырь Татьяна Михайловна пожертвовала как раз запись которую мне удалось обнаружить в рамках изучения истории Учимской обители пожертвования Татьяны Михайловны на строительство вот этой церкви первой каменной церкви Учимской обители. А Учимская обитель при всем моей любви к ней это монастырь ну такой третистепенный даже в период его просвета как раз во время Татьяны Михайловны. Вот то есть она такая была благодетельница а когда случился конфликт царя и патриарха Алексея Михайловича с Никоном и Никон был низложен Татьяна Михайловна продолжала его горячо поддерживать и вот у нее как бы уже вроде появляется какая-то действительно общественная позиция а когда Никон умер она добилась того чтобы он все-таки был похоронен в его детище в Новый Иерусалимском монастыре потом тоже у Татьяны Михайловны интересно в отделе двухпсисторического музея сохранился синодик Татьяны Михайловны то есть синодик это помянник Татьяны Михайловны где записаны имена людей о которых она долго молилась такая удивительно богатая искусно украшенная книга и долгое время считалось что это она сама создавала миниатюры и росписи которые этот код украшали вообще книга очень красивая просто замечательная в последнее время правда высказано сомнение в этом не знаю я не занималась специально этим синодиком но в любом случае она была связана с какой-то книжной деятельностью и кстати вообще к вопросу о женском образовании и книжности в домострое мы читаем это памятник более ранний 16 века грозненского времени там сказано что девица растет в родительском доме и там страху божьему и знаниям учатся то есть вот эти дамы пусть они не занимали общественные позиции но читать все-таки умели нужно было молиться все же на память но все это примеры про женщин аристократов причем из такой высшей прослойки аристократии а есть ведь еще по выражению выдающегося медивиста Рона Гуревича культура безмолвствующая большинства и там тоже яркая картина вырисовывается на женщин нередко валилось все хозяйство особенно если муж умер на войне крестьянская община не давала погибнуть то есть опять же к вопросу хорошо когда есть муж если нет тогда семья становится на край гибели кто-то умирает и поэтому была идея чтобы все-таки так устроить чтобы такого по возможности не допустить но если муж умирает на войне то вот крестьянка одна остается и это такой традиционный быт мы знаем всякие страшные истории такого рода и в 20 веке тоже ну и в средневековье тем более и женщина в средневековье выполняла нередко многие хозяйственные функции вообще как бы ей не свойственные вот меня всегда вдохновляют знаете кто даже не крестьянки центральной России хотя они конечно тоже а на севере поморки они ведь иногда сами ходили на рыбные промыслы не многодневные конечно но все же а в 19 веке поморки сохраняют традиционный быт вот эти дамы да конечно они такие крепкие женщины в русских селениях но другие выжить там не могли вот но все равно они на грибных лодках сами по белому морю перевозили паломников на соловки то есть это не история когда там вот надо вот в кризисной ситуации они так зарабатывали такая ломовая извощица морская вот страшное дело и крестьяне русского севера как известно не знали крепостного права это были такие черносошные крестьяне которые платили под государство и известны такие случаи из источников с 17 века с начала 17 века когда вдову продавали сами свои земельные наделы вот в 626 году там такая история исследованная вот Акулина Ширяева продавала этот надел и там спорила за какую-то цену ей было важно чтобы вот именно она себе и своему сыну оставила потому что она не может обрабатывать но ей нужны деньги это исследовала Елена Николаевна Ширяковская в ее прекрасной книге русский крестьянин в доме и мире женщины-горожанки тоже как бы вот интересно надо о них два слова сказать хотя бы ну здесь конечно берестяные грамоты нам пригодятся домонгольские я так немножко перескакиваю конечно из 17 века гораздо более ранние времена но просто я так тематически разделила а не хронологически вот и есть целый ряд новгородских берестных грамот такие со всякими такими любовными письмами и вот это интересно если так ее поисследовать она наиздана конечно я не предлагаю сейчас это читать по древнерусски я приведу перевод этой грамоты на современный язык сказано вот на этих берестах следующее на этой бересте следующее я посылала к тебе трижды она пишет своему любимому что за зло ты против меня имеешь что в эту неделю ты ко мне не приходил а я к тебе относилась как к брату неужели я задел тебя тем что посылала к тебе а я а тебе я вижу не люба если бы тебе был люба ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался хочешь ли чтобы я тебя оставила даже если я тебя по своему неразумению задела если ты начнешь надо мной насмехаться то пусть судит тебя Бог и я да ну вот среди такая вот как бы действительно значимость самоощущение таких женских эмоций наверное каждый из нас хоть раз их испытывала вот есть среди берестных грамот и первое на руси предложение руки и сердца это 13 век ну знаменитый я зачитаю на всякий случай но оно широко известно так звучит от Микиты к Анне пойди за меня я тебя хочу ты меня а на то послух свидетель Игнат ну то есть кипели страсти такие невероятные это было важно не только для Микиты но и для Анны я полагаю вот и кстати вот интересно тоже есть такой стереотип что ну как бы женщин выдавали замуж вообще никто не спрашивал ну сейчас тоже это происходит это вроде как совсем другая эпоха а устав князя Владимира домонгольский князь Владимир да это креститель Руси знает случай когда женщина могла наложить на себя руки если ее выдавали замуж против воли и законодательство так сказать защищает брак по любви и по взаимному согласию да а в 17 веке с одной стороны вот есть тоже такая идея что женщины все больше превращаются в таких церемных затворниц ну вот я говорила что Татьяна Михайловна в серии мне не сидела а с другой стороны вот еще более известная фигура самого уже прямо самого конца 17 века Софья Алексеевна да сводная сестра Петра Первого у нее был фаворит Голицын а мать Голицына кстати Татьяна Ивановна тоже очень интересная фигура сохранилась ее переписка с ее сыном как он там ходил в крымские походы она с него переживала да так что вот именно к концу 17 века в России просыпается можно сказать такое женское самосознание но это проявление вообще роста индивидуального самосознания появляется первая автобиография то есть это не феминизм и не борьба за свои права снова и снова да то есть это в рамках общечеловеческого мировоззрения но мне кажется сейчас уже я наверное подхожу к концу и подводя такой итог да рассказу я хотела бы обратить внимание вот на что что многообразие жизни средневековой в том числе нельзя свести к двум-трем фразам как было потому что было все это не всегда хорошо конечно вот и довольно однозначно можно охарактеризовать только то к чему стремились а стремились к жизни вечной и вот к женской теме в средневековье не стоит подходить с позиции сегодняшнего дня искать там какое-то угнетение там борьбу женская тема в средневековье это следование христианскому идеалу доброй жены хозяйки и матери но главные добродетели универсальны вообще-то такие же как у мужчин в средневековье не было сосредоточено на гендере там размышляли о более высоких более значимых ценностях в равной степени доступных и мужчинам и женщинам ценностях жизни в соответствии с которыми приводят в рай и в заключение я хочу показать наверное одну из своих любимых икон русских икон конца 17 века это выдающийся известный мастер изограф Никита Павловец образ богородицы с младенцем в райском саду вот она женщина средневековой Руси мать жена такая праведница в саду и мне бы хотелось чтобы именно наверное этот образ как-то запомнился если какое-то единство мне не должно быть вот она женщина средневековой Руси на этом я хотела бы закончить большое спасибо вызов внимания если есть какие-то вопросы я попробую ответить если нет у меня по-первых про эту риторику Даниила Заточника он страдал нет я про другое но это же мне кажется перепевка Соломона это перепевка Соломона и это он взял я думаю это не у Соломона я думаю что он это через Иоанна Златоуста потому что если мы посмотрим сколько было выписок о злых женах Иоанна Златоуста и сколько было перепевок ну как бы выписок из Соломона мы увидим что списков Иоанна Златоуста было больше но конечно Иоанна Златоуста ориентировалась на Ветхий Завет собственно на самом деле практически любую фразу из литературы Древней Руси мы так или иначе с Ветхим Заветом ну или с Новым Заветом увязались и это собственно главный такой метод работы современных историков с текстами соотнести что написано в Библии и в летописи и понять логику летописца вот такой тренд в современной ну современной медиевистике поэтому нельзя быть медиевистом не будучи не обладая какими-то библейскими знаниями первоначальными да еще вот я думал когда вы просили мой заповедь говорили у меня было почему-то впечатление что но как бы все равно в практике общественной ее мужчинам применяли гораздо более мягко чем женщинам ну пожалуй но это не женщины в русском средневековье это вообще сегодня в 19 веке в любом то есть как бы я как раз и говорила есть вне временное а есть ну как бы изменчивое и история в принципе занимается изменчивым вот принцип историзма и поэтому я не акцентировала на этом внимание я говорю о некой идее ну а так у меня тоже складывается такое впечатление не только ориентируясь на средневековом источнике с другой стороны наверное вот эту настасью которая родила Ярослава Осмомыслу любимого сына которого он как раз хотел сделать наследником а его боярство против этого сопротивилось наверное настасью никто не обижал я признаться не помню каких деталей этой истории мне наверное стоило как-то в этом специально прочитать но у меня так у сложилось ощущение что она тоже как-то жила вот ее никто не плевал не бельцом вот ну такая история ну вот еще я все думал про этот образ зачатия тоже как-то очень люблю хочется о нем больше подумать единственное что я всегда думаю почему-то что вот популярность этого сюжета она связана с борьбой с католицизмом я не знаю есть ли тут связь или это ну что вот там идея непорочного зачатия нет а здесь да я понимаю вас но здесь зачатие с той престой Богородицы это когда потом родится Богородица и для них это было как бы важно но борьба с католицизмом это такая тоже константа русская история я хотела подчеркнуть таким образом вот эту святость материнства то есть если даже в травниках мы видим что жена зачнет Божьей благодатью хотя вроде как до этого рецепта про молитву ничего не было а все равно жена зачнет Божьей благодатью я в этом контексте рассматривала мне хотелось об этом поговорить так я бы сказала спасибо извините что столько здорово мне приятно у кого нет вопросов все устали пожалуйста вы сказали много о том что не было у них сознания на гендерную тему то есть это целая общая картинка и вообще нету даже примеров каких-то женщин у которых вдруг это всплывало мысли ну иногда это всплывало на каком-то таком я бы сказала стихийном уровне вот как в грамоте новгородской 12 века но дело в том что все равно эта эмоция там люблю-не люблю она в общем присуща человеку ну любому вот это ну есть такое но насколько как бы это было важно ей осознать себя и свою особенную роль там вот в какой-то социальной среде но для каждой из нас сегодня это вообще-то важно если так честно говорить что кто я для общества даже если никто все равно это болезненно воспринимается да а как бы вот для того времени это не было немножко по-другому я как я просто я то есть не я как женщина и деятельница а я как человек который что-то чувствует это ну разные вещи немножко то есть это какого-то не от того примера чтобы какую-то женщина действительно начала рассуждать на этих тем ну нет ну поведение человека оно же на самом деле обусловлено как бы исторически и понимаете вот я даже студентам иногда говорю что вот что такое в нашем понимании длинная юбка это юбка ниже колена вот я в юбке ниже колена если я в таком виде окажусь в русском средневековье наверное меня забьют камнями через две минуты после того как я окажусь в средневековье потому что не распущен волос непокрытая голова еще и накрашенная юбка всего лишь до колена понимаете это вообще страшное дело то есть как бы это разное понимание как бы ну не может так получиться что вот все думают одинаково по-другому по-другому даже сегодня да вот когда какой-то протестная идея ну какая-то идея ну против чего-то это идея против того что есть в обществе то есть все на самом деле исторически обусловлено мы обсуждаем ровно тот же вопрос о криминологии половых преступлений о том что такое провоцирующие то что не существует но существует для провоцирования ну потому что это зависит от вашего восприятия то есть для человека из исламской культуры бывая отсутствие закрытого лица может быть нас вудить в провоцировании содержит вот я еще услышала но я полный дилетант конечно может быть я скажу не то что нужно но вот я впервые как-то услышала что или не задумывалась над этим что в христианских церквях как бы мужчина и женщина они вместе они равны перед Богом а в иудаизме и в мусульманстве они в мечетях и в синагогах разделены полностью ну раз этого все расцвелось я просто не стала подчеркивать этот аспект я не стала подчеркивать потому что я говорю о средневековой Руси я не могу все вычеркнуть и рассказать я признаться стараюсь избегать этой темы равно как и гендерная история ну вот ну вот это интересна потому что последний пророк ну он разделил все скажите не поскоряйте по времени как долго брали на монголы женский налог я смотрю на специалисты по монгольской истории по-моему это какая-то мифология они же брали не налог они просто иногда захватывали русских женщин но это не в рамках специального налогообложения в рамках такого разбоя в общем-то вот поэтому специального налога что-то я не знаю вот коллега кто занимается специально ордынской зависимостью и способами инструментами ордынского господства над Русью да первый раз слушала нет это конечно они обижали русских женщин но не в рамках институции только русских да любых они забирали для разных нужных но это не налог вот как прописанный там аналогично я бы сказала то есть не было нет налога а не попадалась ли вам во время ваших обысканий вот информация о роли матушки пападьей и гумни в каком смысле роли ну она была социальной это позднее явление ну 17 века то есть 18 и 19 ну 18 век это кризисное явление для русской церкви вообще 18 век это большой кризис а с 19 века жизнь возрождается и там уже мы знаем источники личного происхождения они там деятельницы мы сказали в художественной литературе встречаем того же Лескова там как не было игуменей в женских монастыри нет игуменей были конечно потому что были женские монастыри и кто-то должен был ими руководить но я не скрою вот этим аспектом я не занималась вот но они все равно их компетенция была такая в большой степени хозяйственная потому что игумень я на все не исповедовала исповедовала все равно священник и самое главное что-то делалось в монастырях спасение души оно шло через священника а не через игуменью а какие-то хозяйственные вещи ну вот у женщины дом а у игуменьи вот монастырь с сестрами но я как бы никогда себя не воспринимала и не воспринимаю как специалист по гендерной истории поэтому когда коллега кто придумал эту тему для моего выступления сказал мне что на фейсбуке написал что я специалист по гендерной истории я просила вы это убрать я к сожалению не так себя не ощущаю вот но хотя и как бы занималась какими-то женскими образами в другом контексте так что спасибо вам за этот вопрос я буду думать о нем можно вопрос у меня достаточно сложное возникло размышления вот вы начали с того что женщина это вообще другой отношение к другому для вас другой а для меня мой для вас мой для мужчины женщины другой для женщины мужчины другой но поскольку мужчины сильнее женщин то такая женофобия ксенофобия в адрес женщин она существовала в древности очень распространена и если еще учесть вообще жестокость всей жизни ну начиная от быта и заканчивая то вопрос мой о любви что была любовь тогда в таком жестоком мире что там оставалось вот отношение к детям которые умирают отличается от современного такого рафинированного ощущения что ты защищен и когда что-то случается то просто все в шоке а что же было тогда это вопрос который меня всегда очень как-то внутренне тревожит и я иногда даже мы говорим об этом со студентами но в том контексте что что-то мы знаем о средневековье а что-то не написано в источниках хотя мы видим что женщины любят кого-то и стремятся именно за любимых выйти замуж то есть это нереально с сегодняшнего дня что все такие стали все так ну это естественный момент вот но тоже не все потому что были возможности этого не делать были возможности каких-то выдавать отцовской воли да но и сегодня мы знаем в нашем просвещенном обществе и не только каком-то ну и в христианск ориентированном тоже такое мы встречаем вот и любовь конечно существовала и вот мы как бы ну знаем об этом но вот детство да вот смерть ребенка сегодня это ну трагедия не дай бог никому из нас это пережить смерть ребенка в средневекове это раз в два года происходило примерно и как бы это была некая реальность я к сожалению сейчас как-то у меня вылетело из головы пыталась таким предисловием вспомнить кто же кто же но вот может кстати коллеги мне подскажут был какой-то герой средневековой истории европейской чуть ли не пьера беля в общем что он помнит или нет вот не помню к сожалению мне стыдно но я не помню в общем что он вспоминает о себе что как вот ему было тяжело в детстве что мать ему сказала что да если ты умрешь да мне будет только легче это мне вообще вот не нужен сегодняшняя такого рода фраза это повод обратиться к психоаналитику для мамы которая истощена вот вот этой заботой ребенке так все и делают сегодня вот а тогда это как бы ну да лишний род то есть ну по-другому проявлялись чувства конечно вот это такое романтическое такое чувство любви конечно мне кажется оно более позднее времени то есть я не представляю себе Иван Трейцев с букетами цветов для Софьи Плялок ну никак наверное он ее как-то встречал но не с цветами а я вот привыкла что меня муж с цветами встречал а если их нет приятно где мои цветы спрашиваю я говорит завтра завтра все будет и завтра они появляются то есть действительно вы совершенно правы это другое но мне очень жаль что у нас меньше источников в Средневековье чем бы нам хотелось и даже в 17 веке мы не видим такого обилия источников просто не понимают в 17 веке есть мнение что с 17 века появляется больше источников но вот эту тему они нам к сожалению не раскрывают извините что долго но это потрясающий вопрос но вот какие-то детали мы можем судить скорее можем судить но чего не было не было цветов не было вот кольца кстати я хотела сказать не было колец а кольца и Софья Плялок появляется это католическая тема она вот это обручальное кольцо это знает европейская практика вот что-то я даже не может быть меня оправдывает что я не специалист вот именно по этой теме по гендеру как таковому но в Европе конечно мы это знаем в России что-то наверное в древней Руси было охота на ведьм нет охота на ведьм это явление 16-18 веков и в Европе и как бы в России конечно ведьм не любили но там по-моему речь шла не о сжигании практика сжечь еретиков была но там были не женщины там в конце 15 века новгородско-московская ересь вот они там сжигали вот поэтому такой вот темы чтобы сжечь колдунью что-то я не помню это не значит что этого не было но так вот сходу я не могу вспомнить сходу я не могу вспомнить с другой стороны ведь и архивы да а древние россияне это бесконечно слабые малые значительные они значительные другое дело но да вот они в отличие от жильца горели но на самом деле они значительные другое дело что там в основном то что как бы корпус письменных источников это в огромной степени переводы богословских трудов того же от златоуста или списки евангелия или списки каких-то книг ветхого завета то есть их полно источников я вот кстати мне так всегда обидно говорят что по средневековью нет источников полно источников два месяца студента присутствующего здесь проповедовал что по средневековью источников просто вообще но не может быть не совсем под тем сюжетом который ну да а не политическое хозяйственное битвое это правильно ну пожалуй лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала предания т.р.у лекции выступления фильмы аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах свободном доступе для всех заходите предания т.р.у т.р. лекции т.р. 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 Продолжение следует...